Вот так вот выглядят две посылочки. Они пришли для наших дорогих солдат из Питера. Всем здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Юрий Озаровский. Мы находимся сегодня с вами в Анапе. Несмотря на прохладную погоду, посмотрите, сколько красоты у нас зацветает. С капельками дождя это выглядит вообще восхитительно. Фантастические кадры такие. Мы находимся сегодня в районе санатория Надежды. Я сегодня приехал опять показать вам не только вот эти вот цветы посылки, но и Магнолию, возле которой сейчас вижу, там уже идет фотосессия. Это очень круто. Она засела уже в полном объеме. Но перед всей этой красотой хотелось бы вас немножко перенести в Саратов. Там мы купили машину и она едет к нам для наших дорогих солдат. Благодаря семье Зверевых и благодарю всех, кто откликается и помогает нам вашими донатами. Мы сможем отремонтировать и передать ее нашим дорогим солдатам. И также спасибо огромное за посылки. Ко мне едут еще несколько. Добрый день дорогие друзья. Приветствую вас из Саратова. Сейчас вы видите погрузчик, который подъезжает к нашей новой машинке. Название у нее буханка. Ну или таблетка в простонародье. Ее нам нашел наш дорогой подписчик Слава Ахунов при помощи жены. Вот они сюда приехали и снимают погрузку этого автомобиля. Мы благодарим семью Зверевых за финансирование и всех тех людей, которые неравнодушны и поддерживают нас на ремонт. Вот, начнем машину для наших ребят. Управляем из города Саратов в Анапу сегодня. Приедет через пару дней. Отдаемность посылка еще вот есть. Да. Медикаменты. И там еще, и спереди еще посылочка. Вот владелец. Спасибо ему большое. Как оказалось, жена Ивана является моей подписчицей. И от них две посылки еще передали. Медикаменты и сигареты. Ну и вроде еще что-то. Мы когда будем распаковывать машинку, обязательно все посмотрим и вам расскажем и покажем. Сейчас на кадрах вы видите непосредственно загрузку машины. Все мужики работают, активно помогают, чтобы как можно быстрее машина оказалась в кузове. Работа, как вы видите, это довольно-таки трудоемкая и затратная. Но мужики большие молодцы. Ищут варианты. Все со всех сторон пляшут вокруг этой газели, чтобы засунуть в нее буханку. Просто достойно вашего лайка, чтобы поддержать хотя бы в таком моменте наших мужиков, которые, находясь на расстоянии, все равно не остались в стороне и поддержали хотя бы помощью, скидками, такими действиями наших дорогих солдат, чтобы машина к ним приехала и помогала непосредственно в выполнении их задач. Все, она внутри, можно отправлять. Все, уехала. Встречайте. Видео, я думаю, вас порадовало. Славе его жене огромнейший привет. И посмотрите, какая красота здесь магнолия. Где плещет море, в краю магнолий. Фантастика просто выглядит. Это нереально красиво. Такое завораживающее зрелище. Нету листиков, только одни великолепные цветы на этом дереве. Причем оно все больше и больше с каждым годом становится. И в скором времени будет самым главным достопримечательностью здесь. Это очень круто смотрится. Все подписчики тут собрались, да? Очень круто. Подписчики магнолий. Я пока еще думала сюда переезжать. Все материалы смотрела. Спасибо большое. И как вам у нас? Уже 6 лет, слава богу. Не собираетесь обратно? Нет. Вот, видите, как хорошо в Анапе. Мы только жить здесь начинаем. Петрополос Камчевский. Ну, совсем недалеко, да? Маржам Анапе, всем привет! Волонтерам всем привет! От души. И вам всем привет, ребята, кто с той стороны нас смотрит. А мы пойдем посмотрим еще на большое дерево здесь. До свидания. Спасибо. Тоже появляются первые цветочки. Но, я думаю, на камере мы их не сможем еще разглядеть. Уже вот-вот распускаются бутончики. И вот то там, то там первые вылазят. Пасмурно немножко. Не хватает солнышка магнолий. Но в скором времени она вспыхнет вообще прям в белом цвете. Если вы хотите уже белые магнолии посмотреть, идите в городскую больницу. Прямо на входе, с левой стороны, есть несколько деревьев, которые уже зацвели. У нас все фотографируют магнолию со всех сторон. Запах есть? У нас коронавирус. Она пахнет, но очень-очень тонко. И очень-очень надо тепло, чтобы появился. Да, я думаю, какие. А что-то не задумывалось об этом. Аромат. Красота. Обратите внимание, Надежда выставляет огромное количество цветов. Такие вот шикарные лазоны. Но магнолия реально прям царица. Анапы сейчас ее фотографируют. А это территория, санатория Надежды, которая является общедоступной. Очень-очень интересно все это смотрится. Гуляешь по таким местам и кажется, что совершенно не в России. Это вот к тому моменту, когда я рассказываю, посмотрите, как здесь безобразно выглядит проход к морю. Как там безобразно выглядит проход к морю. Потому что нам надо вот такие вот руководители, которые бы приводили прилегающие к их бизнесу территории надлежащий вид. И тогда бы это было бы просто невероятно красиво и очень притягательно для нашего любимого коробка Анапы. Согласитесь. Руки подмерзают. Машине показывает плюс 7 градусов. Мой градусник рисует 9,7. Очень, так сказать, свежо. По поводу прямых трансляций я и думаю возобновить на втором нашем канале. Попробовать постримить вам. Порассказывать вообще, что у нас и где происходит. Чтобы, так сказать, не терять связь. Посмотрим, как оно будет. А возможно и на этом вернуться. Когда потеплеет. Когда будет вообще возможность комфортно прогуливаться. Рассказывать вам о всех тех местах, в которых можно побывать у нас в городе. Ну и вообще на Черноморском побережье. Вообще, как бы сейчас появилась мечта о том, чтобы проехаться по Черноморскому побережью. В Крым съездить. В Абхазию. Побывать на наших курортах Краснодарского края. Но, к сожалению, пока финансы поют романсы. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Стоит ли замутить. Или не будем даже думать об этом. Будем просто заниматься тем, занимались раньше. Сидеть в Анапе и смотреть здесь по сторонам, как у нас тут развивается курортный сезон. По улице Ивана Голубца я подъезжаю к питьевому бюрету. Здесь пересечение с проспектом Революции. Одно из самых оживленных мест сейчас в Анапе. И сегодня я хочу именно здесь с вами прогуляться. Это у нас санаторий Русь. Который находится, как раз таки, здесь на проспекте Революции. От него есть выход на пляж Высокий берег. Только что ко мне подходили местные жители, которые жаловались на появление платных парков в городе Крохте. Анапа говорят, что вот как нам теперь возле работы парковаться. У нас, говорит, ни бизнесов, ничего нету. Просто приезжаем на работе и там проводим, бывает, по двое суток. Кто-то там охранниками работает и так далее. И вот как с этим быть? Ну, посмотрим, как это будет система работать, когда ее запустят. Может, обещать для местных жителей какие-то дисконты. Может быть, для таких, как вы, кто находится в каких-то местах очень долго, будут еще более привидированные условия. Может, вообще бесплатно будете находиться. Потому что, когда организовываются парковки платные на муниципальной земле, неправильно то, что руководитель данного предприятия не вложил в развитие парковочных сетей города Анапы, ничего не построил. Просто вот взяли дороги, разрисовали, поставили паркоматы и собирают с нас деньги, с наших гостей. Это может также уменьшить тот поток города Анапы. Не знаю, конечно, с какой целью здесь мы устанавливали заборы. Можно было их просто убрать, они, мне кажется, мешают. Может быть, для того, чтобы кто-то не залазил на балконы в этот санаторий, хотя что-то через этот заход перепрыгивать. Он просто портит вид общий. Сейчас мы находимся на пересечении Ивана Голубца и проспекта Революция. То, куда я хотел вас привезти и откуда начать сегодняшний рассказ. С правой стороны находится пансионат Высокий Берег, в котором сейчас еще проживают беженцы. И также гостиничные номера тоже ими заняты. Но они в ближайшее время должны переезжать. Куда? Пока неизвестно мне. Насчет вопросов по поводу, почему переезжают в Динамо, они куда-то съезжают, у многих нет всех документов для получения сертификатов. И поэтому эти люди немножко подзависли. Будем надеяться, что все их вопросы решатся, и они уже найдут свой дом, где им будет удобно на территории нашей страны. Ходит много слухов о том, что они получают сертификаты, продают их и уезжают. Но это больше всего слухи и разговоры. Мне кажется, несмотря даже на такую погоду, не солнечную, она выглядит вполне себе уютно и привлекательно. Впущите, как вам. Это будет очень интересно узнать в комментариях от вас. Ну и что вы вообще думаете по поводу переселения в большей части Схерсонской области к нам в страну. Будет тоже узнать от вас очень интересно. Очень много переезжают, кстати, людей, которые с хорошим высшим образованием, эксперты в своей сфере деятельности. Это очень большой плюс. Но остальные главное, чтобы любили и ценили ту страну, в которой они теперь живут. На проспекте Революции у нас есть такой вот шикарный бульвар с освещением, с лавочками, со скамеечками, с мусорками. Все то, чего мне не хватает в Витязево и Пионерском проспекте. Вот хорошо, что в Анапе есть такие места. Сейчас я вам хочу показать питьевой бювет, который находится здесь, является украшением. Очень приятелительное место в городе-корроте Анапа. Давайте вместе посмотрим, что там внутри вам предлагают. В питьевом бювете предлагают вот такую вот водичку. Сену вы можете увидеть. Покупаете стаканчик и идете пробовать. Здесь стоит бюст будзинского. И разнообразная водичка. С индивидуальными только стаканами. Анапская холодная. Водичка минеральная, очень полезная, дорогие друзья. Полезная, когда прогуливаетесь по Анапе, приходите, выпили стаканчик и пошли дальше. Лечебная минеральная вода Семигорская. Высокая минерализация, 11 грамм на литр. Холодная и с той стороны есть еще теплая, теплая и анапская теплая водичка. Вообще рекомендую к посещению питьевую бювет в Анапе. Потому что водичку минеральную надо пить. И это одна из направляющих будзинского, который советовал именно лечение, в том числе и водой. Круглогодично работают разнообразные торговые павильоны, в которых продается все, что только может вам понадобиться. В летний сезон здесь меняется ассортимент. Ассортимент сейчас такой более зимневесенний, наверное, что ли сказать. Но тематика Анапы сопровождает полностью каждый реле. Что-то, допустим, шлепаться можно купить, друзья. Вот, Чебурашка сейчас стал очень популярен. Это, кстати, очень классно. Кстати, посмотрел фильм Чебурашка, что-то, знаете, такого вау-эффекта у меня почему-то не произошло. Но хотя, казалось бы, все так озвучивали, что очень классно, крутой. Смотрите. Такой, может, я уже вырос просто с этого возраста. Ну, не произошло, обняло эффект. Пишите, как вам понравился или нет фильм Чебурашка. Здесь, право, стороны у нас одно из фешенебельных, так сказать, заведений города Анапы. Называется Ковчег. Дорого, богато и на набережной находятся. Плюсик им огромный за то, что они установили здесь вот такое вот шикарное благоустройство. Потому что выходишь, и здесь вот каждому кустику душа радуется. Скажите же, красиво смотрится? Будет интересно от вас этого, вообще, дорогие друзья. Но это уже пляж, высокий берег, на который мы сегодня с вами обязательно сходим. Посмотрим, что там происходит. Вот это да. Посмотрите, сколько людей прогуливается в Анапе. Растите. И это не может не радовать. Еще больше людей именно там внизу. Температура воздуха там написано тоже плюс 9, а воды плюс 8. Мой градусник показывает 10,8 градусов температура воздуха сейчас. Купающихся не видно. Тут на склонах Анапы идет обустройство очередной торговой развлекательной зоны с левой стороны. Допустим, вот это шашлычную. Очень неплохие отзывы. Если вы здесь были, обязательно напишите, понравилось вам или нет. Мне будет интересно узнать именно от вас. Как вам здесь, если вы тут бывали? Можно увидеть, что идет сейчас уборка пляжей. И подготовка уже к сезону. Потому что здесь сезон стартует раньше других мест. Люди пришли покормить лебедей. Ну, а так все в дымке, в тумане. Море шумит. Отсюда виды просто шикарнейшие. В таком формате на море наблюдать мне гораздо больше нравится. Сидит котейка, попрошайка. Говорит, придите, покормите меня. Это такой классный или классный, прекрасный. Скорее всего, это кошечка. Ждет вас, дорогие мои. Работы на пляжике ведутся. Мы видим, работают люди, техника. И это не может не радовать. Кстати, я ошибся. Вода плюс 9, а воздух плюс 8. Показывает на этом табло. Это на час 10 в городе Анапа. А мы выходим с вами непосредственно береговой линии к морю, чтобы посмотреть, как там. Санаторий «Высокий берег» оставляет на зиму несколько лежаков. Здесь, на которых можно абсолютно бесплатно в межсезонье приходить и отдыхать. Чем такие вот лапочки сейчас и занимаются. Садишься или ложишься, слушаешь море, смотришь на лебедей. В общем, прекрасно и красиво море. Дома, друзья, голуби, лебеди, уточки. В общем, своя атмосфера и своя красота. Но это, мне кажется, можно смотреть вообще вечно, дорогие мои друзья. Подкармливают чаек. Что-то перепадает по лебедям. Дети сегодня небольшой накат, который не позволяет им подходить легко и просто к берегу. Я думаю, что им бы очень этого хотелось. Побывали в лебедином царстве. Но сейчас давайте посмотрим, что еще интересного здесь у нас есть на набережной. Чтобы, если вы вдруг сюда приедете, знали, куда пойти, чтобы посмотреть, где спотом позаниматься. Этот пляж «Высокий берег» один из самых благоустроенных. Здесь есть туалеты, разнообразные торговые точки. Очень много лежаков, за которые постоянно жалуются. Все приезжие местные хотят бесплатно здесь отдыхать. Я их всех понимаю, тем более у нас закон рекомендирует 20 метров автореза воды. Но здесь полностью пляж насыпной. То есть и тут какие-то другие немножко работают реалии. Туда есть спортивная зона, площадка вортаут. На песчаной площадке можно поиграть в волейбол. В общем, очень много интересных развлекательных мест. В ту сторону можно пройти и выйти на дикие места. Там немножко опасно, поэтому написано. Но там очень классно тоже отдыхать. Так что, пройдуйте, гуляйте. Также в ту сторону можно пройтись до пляжа санатория Малая Бухта. Там прям бетонный берег, но есть две бани, в которых можно попариться и искупаться в море. Даже в такую погоду очень легко, и каждый это сможет сделать. Если в правую сторону от спуска к пляжу пройтись, можно цветущие деревья найти. На берегу моря это восхитительно. Много людей прогуливается. Также есть разнообразные кофейни. Посмотрите, как красиво зеленятся кусты. А рядышком какое-то странное для меня цветение. Интересно, что это за куст такой, друзья. Вот здесь, кстати, сосна прижилась. Из-за того, что раз таки не вырубили сильные деревья, те, которые далее растут, они ее защищают от ветров и других ненастьев. Вот там кофейня. Работает кофе-лайк. Часто здесь пил мороженое, как продается. Сезон. Есть такой магазинчик травы Кавказа. В общем, очень уютное и классное место для параминадов. Многие даже не знают, что и тут и далее есть сквер с тропинками, по которым можно прогуляться. Но еще более интересная информация будет о том, что здесь ранее находился парк аттракционов. Я в детстве как-то раз застрял на колесе обозрения. Но сейчас все это застраивается раньше на месте вот этих вот гаэтажей, которые кому-то нравятся, кому-то нет. Находился Дом культуры молодежи. И в нем можно было выступать всем талантом. Прикиньте, прямо к берегу моря. Теперь тут элитное жилье. Поворачиваешься по сторонам, смотришь. Как же все-таки красиво у нас в Анапе. Какие виды шикарные. Вот этот кадр вообще, наверное, на всех открытках, которые только возможно в Анапе. Имеется малая бухта. Видно здание, парус, памятники. Уютная, классная и зеленая Анапа в этих местах. Тем более здесь пытаются высаживать дачи деревьев. Даже, видите, какой-то принимается. Потом сосна, ракита погибает, большому сожалению, друзья. Здесь у нас стоят серьезные камеры. Я даже не видел все под видеонаблюдением. И благодаря нашему видеонаблюдению уже нашли многих людей в розыске. И также благодаря этому куполу, она так называется, эта система, были выявлены некоторые люди, которые уничтожают наше благоустройство. Туалет, пять дырок. Это, наверное, одно из самых знаменитых названий. Здесь было, сейчас просто туалет, а здесь петанк-клуб. Никто не играет пока, но еще пользуется популярностью. Тем более смотрю, что его даже расширили. Ну, а мы подходим для меня в самое любимое место в городе Анапа. Вот этот вот пятачок. Раньше отсюда была вниз лестница. Все больше нам говорит о том, что уже скоро будет зеленый, красиво распускаются листики. Потихонечку на деревьях. Ух, отсюда я чувствую, прям как дует север с Пионерского проспекта. Вот вид на мол. И, поверьте, вот видите, остатки лестницы, которая ранее вела здесь вниз. В эту сторону, если пройти, можно дойти до песчаных пляжей Анапы. Вон морпорт впереди виднеется. А за ним уже начало 40 километров нашего черноморского песочного побережья. Здесь внизу находится пляж, который платный, который в нашем законодательстве вообще не должен существовать. Ну, есть, принадлежит он Золотой бухте. Как бы уже есть решение суда об убирании этих заборов. Администрации там вроде как содействовали. Но, по большому сожалению, как говорится, овоз и ныне там. Территория огорожена. Пройти на эту береговую линию невозможно, не заплатив денег. Вот такая вот красота, дорогие друзья. Отсюда открывается самый красивый вид. Мы видим и в ту сторону моря, и в ту сторону моря. И кажется, что вокруг тебя одно море, а ты как будто находишься на полуострове. Без этого я люблю это место всей своей душой и сердцем. Если мы пойдем от пляжа Высокий берег в левую сторону, то на него есть вот такой вот спуск. Для людей с ироничными возможностями это очень хорошо. Можно там воспользоваться пандусами для съезда в море. Ну а мы прогуливаемся дальше в сторону пансионата Малая Бухта. И здесь тоже имеются довольно-таки интересные изменения, которых мы ранее с вами не снимали, и вам я их не показывал. Первое, самое важное для меня здесь появилась вот такая вокал-площадка. Небольшие тренажерчики для занятия спортом, поддержания себя в хорошей форме появились. Можете увидеть, он очень классный, так сказать, даже тренажер. Мы когда ходили с Ярославом раньше, прям жаловали, что в Анапе этого нету, а сейчас все больше и больше таких мест появляется. Ну и также бесплатные туалеты, лавочки и урны, а также высадили цветы. А в эту сторону можно прогуляться на еще один пятачок, который тоже очень сильно люблю. Выглядит он очень красиво. Ну и КТ, который у нас тут пробегает. Эть, камера испугался, говорит, не снимай меня. Ты что меня снимаешь? Мне когда вот эти клумбы устанавливали, чтобы здесь по набережной не ездили машины, но их так специально разодвинули, чтобы здесь проезжали электрокары с экскурсиями, которые в принципе на набережной тоже быть не должно. Очень же приятно гулять по такому городу, когда идешь, скамейки, урны, хорошие прогулочные зоны, люди с классным настроением гуляют, смотрят на море, дышат морским воздухом. И вокруг только красота и уют. Такая НАПА вот и привлекает многих людей. Хочется, чтобы чистота это и благоустройство были не только у нас на центральных набережных, но и по всему городу. Тогда бы это был просто рай на земле в полной мере. Но я уверен, что мы к этому обязательно придем, дойдем, все будет хорошо. Доходим до пятачка, здесь тоже цветет дерево, видим там сварочные работы на пляжике, идут в малые гухты, пансионаты, высокий берег, такая вот автология постоянная. И здесь находится скала грез. Советую заведение. О, там какой-то ремонт, что ли, внутри все поубирали. Значит, пока не советую, пока заведение не работает. Ну, также котики, туда дальше, проход к пляжу, санаторий Малой Бухты, там есть лифт, но об этом я недавно вам во всем рассказывал. Сюда я очень люблю, так сказать, перепрыгнуть. Так не надо делать. И уже отсюда смотреть на эту красоту, потому что отсюда у нас люди падали, с тяжелыми последствиями для организма, поэтому не испытывайте судьбу. Пять человек, так сказать, подготовленный и любитель разнообразных экстримов. Видите, какой резкий крутой склон вниз. На пирсе сидят чайнички и вид на море, от которого просто невозможно оторваться. Такая красота, дорогие друзья, в городе-курорте Анапа. А здесь вот стела, на которой написано «Курорты трудящимся». Дай Бог, что в нашей стране так и было. Дорогие друзья, привет вам, Черноморский, с вами был Юрий Азаровский, всех крепко, обнимаю, к сердцу прижимаю, спасибо за вашу помощь нашим солдатам и жду вас в комментариях, поставьте обязательно лайк, подпишитесь на группу ВКонтакте Юрий Азаровский, это будет очень важно и приятно для меня, также Янтекс Дзен и особенно добавляйтесь в Телеграм везде с вами на ВКонтакте и буду рад всегда вам помочь, если вдруг что-то понадобилось. Но сейчас, по традиции, для вас море, в этот раз с лебедями. Субтитры сделал DimaTorzok, 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok